обращаю ваше внимание вы всегда делаете все то что он дает тренер а уже сами анализируйте нужно вам это делать или не нужно вообще в реально надо знать все хотя я знал людей которые обладают только четырьмя приемами и благодаря этим четырем прием выигрывали их люди с ними постоянно встречаются они постоянно на эти четыре приема натыкаются но потом на каждое хитрое место всегда найдется другое сами понимаете находился какой-то человек по течению по прошествии определенного времени и находил как это против четырех эти против этих четырех приемов что-то сделать поэтому вы должны владеть всем помимо того что вы должны эти владеть вы должны еще это уметь применять а это применяется только в спаррингах и соревнованиях закрепим материал который давал вам вам эту целую неделю кто еще не в курсе планы пишу я тренера следует моему плану пока вроде как у нас все идет по накатанной поэтому мы отрабатываем обращаем внимание это выведение про соперника из равновесия этот момент делается только на атаке на ваши на контратаке это не получится соответственно сразу с переходом на волевой на ахилл все двигаемся обращаем внимание левая рука у вас идет одновременно левая рука идет на плечо правая на пяточку ошибка многих вы делаете на колено и тут эффект ножниц но обращаю внимание этот эффект ножниц осуществим только тогда когда вы всю свою массу и вместе с шагом вперед будете двигать вперед только тогда он упадет вот видите если вы просто зайдете красиво вот так вот станете попытайтесь руками сделать ничего не получится так еще раз говорю а в а в атаке в контратаке это не получится пошелешь давай . я пошел ну как вот у него вся масса тела и вы его должны туда с точки зрения закона физики это не получится поэтому первый номер я второй номер он буквально три с половиной минутки делаем по два раза каждый вспоминаем да еще раз двигаемся рука на плечо это сюда не сюда иначе то есть как бы ну представьте себе вот вы уже так не свалить его чем больше расстояние рук друг от друга тем больше вариант что он упадет даже бывает если такой момент что он не упадает вот все тут просто можно ножку подставить показываю полностью работу двигаемся двигаемся дергаем раз заходим остается видите нога здесь я сторонник того что ахилл можно сделать переворотом почему не здесь потому что если вы не опытный ахилловец так скажем да вы начинаете сходиться грамотный чувак либо вам ногу захватит и сделать вам быстрее либо уйдет а если вы оказываетесь в этом положении тут максимально быстро да лег не переворачиваться самое главное с движением таза перевернуть и садимся обращаю внимание не на задницу на его а вот на ляжку и здесь даже если вы руку не заведете четко под ахилл просто да уже больно показываю еще раз полностью работаем два раза один два раза другой двигаемся двигаемся именно на движение вот и сразу постараться надо сделать вот поехали